Новаторские технологии укороняются у лесной господарцы Гродинщины. Так, с этого года в регионе пошли выросшивать лес с посадочного материала, закрытой короневой системой, у инновационной теплицы. Такая местится у годовальнику зарубиши эндорского лесничества. Полностью автоматизованный процесс догляду позволяет тримать специалистам значительно больше урожай сиенцев. До слова, их у колькости 210 тысяч уже на будущий год посадить у леса. Гэтые маленькие елышки, листоуницы и сосенки выросшиваются у повышенно комфортных умовах. Короневая система рослин находится у особной ячейцы с поживным грунтом. Адмысловая система некальки раз на день повольно перасовывается и подогретым водяным пылом поливает деликатные рослинки. Аутоматика самостойно выбирая момент, коли до воды дадать удобрение. А кроме этого, у инновационной теплицы продуглежена система кондиционования, якая подпрымливая комфортную для росту сеянцев температуру. В нашей теплице установлена система автоматического контроля внутреннего климата. Боковые стенки в автоматизированном режиме поднимаются и опускаются в зависимости от температуры в теплице. Если температура падает ниже 22 градусов по Цельсию, стенки закрываются. Если температура поднимается выше 24, они постепенно начинают открываться, для того, чтобы выровнять эту температуру. Кроме того, для этих целей установлены разгонные вентиляторы, которые распределяют горячий воздух равномерно по теплице, чтобы не было перепадов или застоев горячего воздуха в одной точке. Аутоматичная система не потребует уделу человека. У теплицы допомогает только сябра флюгер, усталеванный на даху. Ей он вымирая худкость, напрямок ветру и вельготность поветра. Параметры, которые очень важны при выросшивании лесных культур. Дякуючий такой усебаковой увазе, рослины отчувают себе тут выдатно, не глядяши на надворье за шклом. А значит, что работы идут омаль круглый год. Например, ГТ-дрилцы высадили на початку красавика. Аутоматизированная система контроля климата крайне важна именно в весенний период, когда сеянцы проращиваются, им очень нужно достаточное количество света и правильная температура. Для этого они все установлены. И новоценную теплицу у индурским лесництве установили первой среди всех регионов Украины. Набыли за уластные сродки, она обошлась у 105 тысяч рублей. Укладание, уполненные специалисты, вернутся худко и слишком. Например, на будущий год на 900 квадратах теплицы плануют выгодовать не 210 тысяч, как это было все лето, а в два раза больше сеянцев. Данная теплица не имеет аналогов в области. Эта технология выращивания позволит нам создавать качественный посадочный материал, тем самым увеличивая долю создания лесных культур с закрытой корневой системой. Мы планируем несколько ротаций. В течение одного вегетационного периода мы получим два высева посадочного материала. Первый высевый будет осуществляться в конце марта, начале апреля. Через два месяца посадочный материал будет выставляться на поля доращивания на улицу, а вместо них в теплице займет место новый посев. До слова, индурский годовальник, заробящий пакуль один и у грозенским лесгасе, где вырошивают сеянцы по так званой закрытой корневой системе. Плануется, что доля молодого леса, выгодованного по новой методисы, поступово будет повеличиваться и на будущий год досягне 30% от всех посадок по области. До приклада 210 тысяч эмисеянцев с этой теплицы, будучи весной, плануется занять 30 гектаров смешанного лесу при немыня.